Приветствую вас! И то, что вы описываете, то, что вы пишете, конечно, нелегко. Но на самом деле, если вы сомневаетесь в том, каким отношением отдать приоритет, либо новым, настоящим, либо предыдущим, и смотрите вы по тем качествам, которые у мужчин есть, то есть у одного есть кто-то одно, у другого есть кто-то другое и так далее, то можно констатировать тот факт, что вы не любите ни того, ни другого уже сейчас, на данный момент. Почему? Потому что, вот, вы разошлись с предыдущим фаном из-за проблем. Он вам говорит, что изменился. Но вы понимаете, что он может вас обманывать. Вы понимаете, что мужчина вполне может даже сам того не осенствовать, по прошествии определенного количества времени, вернуться к тому же самому положению, к тому же самому состоянию, что и вы имели до этого. И вас это, естественно, напрягает. Более того, тот факт, что вы расстались с ним, и стали встречаться с другим, и испытывали сильную влюбленность к настоящему мужчине. Говорит одно мне, что чувств, как таковых, к вашему бывшему парню, у вас нет. Иначе вы не могли бы испытывать влюбленность. И это означает, что вы мужчину воспринимаете как средство. У одного из них есть что-то, связанное с вашими потребностями. У другого также есть что-то, связанное с вашими потребностями. И вы естественным образом стремитесь вот эти потребности свои за счет каждого из них удовлетворить. И поскольку разрыв с одним из двух мужчин влечет за собой как бы прекращение удовлетворения потребностей, то вы и не можете решить, с кем прекратить общение, а с кем нет. И в этой ситуации оптимальным вариантом будет прекратить общение с собой, пусть и на время. И понятно, чего же вы, собственно, хотите вот этих мужчин, что вам нужно. Воспринимаете ли вы этих мужчин как самостоятельных личностей, как самоцель, мужчин или видите их лишь как средство для достижения своих желаний, чтобы вот те качества были, которые вам нужны. И, соответственно, вот корень ваших потребностей, причин, пример выбран не совсем верно. Потому что отношения искренние, отношения долгосрочные и крепкие, они не нацелены на то, чтобы человек в них был другим человеком, потому что ему нужны какие-то качества другого человека. Отношения строятся на том основании, что люди хотят делать друг друга счастливыми и счастливыми, безусловно. И поскольку ничего этого у вас нет, то можно говорить о том, что, возможно, к первому была страсть, к второму точно была страсть, но чувств как таковых сильных у вас нет. И в этом кроется основная проблема. Соответственно, чтобы понять, кому у вас больше зимпатий и с кем вы хотите быть, нужно сделать перерыв. И самостоятельно собрать свои мысли, подумать, пораскинуть своими целями, переосмыслить свои желания, свои стремления. Тогда вам будет понятно, с кем вы хотите быть, может быть, ни с кем. И, скорее всего, так все и будет, потому что, чтобы вступать в отношения, нужно быть независимым партнером. А независимым партнером вы будете лечь тогда, когда смотрите, видеть мужчин не как носителей нужных вам качеств, а как самобытных личностей. И стремиться сделать этих людей, в данном случае одного конкретного мужчины, счастливым, причем счастливым стремиться сделать абсолютно безусловно. Для того, чтобы у вас появилась способность к такому проявлению чувств, нужно, чтобы вы для начала удовлетворили все свои потребности, или начали их удовлетворять, чтобы вы знали, что вот вы можете реализовать, допустим, свои потребности с самоуверенностью, независимостью и так далее. Чтобы этих целей вы в отношениях не преследовали. И тогда у вас все будет хорошо. Тогда вы сможете выступать в отношениях так, как нужно изначально. Так, чтобы строить их на естественной, гармоничной, равноправной, искренней, чувственной основе. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Спасибо.